Московская область утопает в столичном мусоре. Это уже давно не новость, однако ситуация с каждым годом становится всё хуже. Жители Подмосковья всё чаще жалуются на незаконные свалки строительных отходов, которые то закапывают в землю, то прячут в старых ангарах. Несмотря на то, что подмосковные власти определили площадки для складирования строительного мусора, столицы вовсю орудуют так называемые «серые возщики», которые забирают отходы, а потом сами решают, куда их дальше сваливать. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил ввести тотальный цифровой контроль за перевозками строительного мусора. И вот с первого июня заработала автоматизированная система учёта и выдачи электронных разрешений. Как работает эта система и насколько строго соблюдаются новые правила, решили проверить активисты Всероссийского общества охраны природы. Вместе с ГИБДД и сотрудниками Минэкологии они вышли в рейд на одну из оживлённых трасс, которой часто пользуются серые возщики. Нарушителей попалось очень много – кто без полного комплекта документов, кто без маркировки, но были даже и те, у кого не было даже лицензии на перевозку отходов. В этом случае на водителя составлялся протокол, а машина отправлялась на штрафстоянку. Кто-то скажет, зачем очередные препоны для развития бизнеса, зачем облагать новыми штрафами. Но позвольте, система электронного талона наконец-то поможет нам отслеживать весь путь строительных отходов, а где они были загружены, куда они едут. По камерам ГИБДДшники смогут отслеживать весь путь прохождения автомобилей и точно знать, доехал он до точки назначения или сгрузил где-то свой мусор по пути, в овраге, в карьере. Мы очень надеемся, что то, что сегодня происходит, то, что мы сегодня делаем, наконец-то приведёт наш рынок обращения со строительными отходами в порядок и позволит сделать систему транспортировки строит отходов прозрачной и понятной каждому человеку.